МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях протеерей Арсений Вилков, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии. Здравствуйте! Здравствуйте! С наступающим Новым годом вас! И вот в преддверии Нового года, Рождества, как церковь относится к этим праздникам? И что нужно делать людям в эти дни? Как нужно себя вести? Вот расскажите. Во-первых, благодарю вас за поздравления. Примите и взаимные тоже поздравления с этими действительно праздничными днями для всех наших граждан. И эти праздники относят к семейным праздникам, конечно, многие люди их отмечают, но могу сказать только о православных людях, конечно, поскольку сам я православный священник. И для православного человека, конечно, самым важным событием зимы и вообще вот этих дней является Рождество Христово. Это по значимости, наверное, второй после праздника Пасхи, такое торжество, поскольку в этот день мы празднуем пришествие в мир Спасителя, с чего начинается евангельская история. Для нашей жизни, не только земной, но и будущей вечной, это событие существенного масштаба, конечно. В эти дни идет подготовка к Рождеству, а для того, чтобы принять праздник, для того, чтобы обрести эту радость внутреннюю, осмыслить происходящие события, конечно, необходим пост, как некая аскеза, как некая подготовка, как некое усилие. Собственно говоря, все в нашей жизни так происходит. Если мы готовимся к чему-то важному, то прилагаем определенные усилия, чтобы достичь своей цели, достичь того результата, к которому мы идем. С какими мыслями тогда человек желательно должен подойти к Рождеству? Может быть, благодаря настрою, посту и отношению с окружающим, может быть, придет ему какие-то идеи новые, может быть, что-то в жизни откроется для него новое. Это так? Что надо ждать от Рождества? Это, прежде всего, конечно, мысли благодарности к Богу о том, что Он совершил для каждого человека. Это очень важно, потому что мы уже упомянули вечность. Жизнь человека не заканчивается этим нашим земным временем. Более того, тот период времени, который мы проживаем здесь, он очень краток. Настоящая жизнь человека начинается уже там, в вечности. И если человек приходит к пониманию вот такого масштаба своей личности, переосмысливает это определенным образом, то он, несомненно, проявляет больше интереса к тому, что дальше. Начинает к этому уже готовиться. Как вот школьник готовится к взрослой жизни, в школе. Скажите, а вот то, что в западных странах 25 декабря празднуется Рождество, а в России, например, вот 7 января. Все ли равно, в какой день люди празднуют Рождество, и как людям правильнее, может быть, его было праздновать? Как вы думаете? На самом деле здесь нет большого значения. Это несущественно. И старый стиль, и новый стиль, и разные календари. Конечно, это больше дело рук человеческих, поскольку для вечности календаря никакого не существует. И для Бога важно, чтобы мы погружались в эту традицию, чтобы мы впитывали в себя вот ту благодать, которую несут эти святые дни. Независимо от того, когда это происходит. Но мы, соответственно, поскольку мы не только душой представим перед Богом вечной, но и вот здесь присутствуем телесно, опираемся в этом случае на свои традиции. Если у нас есть традиции, что Рождество 7 января вот так устроен наш календарь, то, соответственно, празднование его раньше означает для нас нарушение поста. То есть надо вести себя так, как в обычной жизни. Даже если вы оказались в Америке, тем не менее, пост можно продолжить. Конечно. И уже в России еще раз отпраздновать. То есть мы принадлежим этому календарю, мы принадлежим этой церковной традиции. Соответственно, мы следуем этой церковной традиции. И те, кто принадлежат иной традиции, они также отмечают по своему календарю, и это не является нарушением. Поэтому часто в таких странах, где присутствуют и, например, православная, и католическая церковь, бывают традиции, когда и вместе празднуют. Вместе празднуют Рождество с католиками 25-го, потом 7-го с православными. Очень интересно это было в Польше. В Польше есть Польская Православная Церковь. И разные области Польши вели разные календарь. Сейчас Польская Православная Церковь вся вернулась к календарю Юлианскому, тому, по которому живем мы. А раньше какие-то области Польши принимали западный календарь Григорианский, какие-то оставались с Востоком. И православные архиереи, митрополит польский, он в этих областях праздновал 25-го декабря со своими верующими, со своей паствой, а затем 7-го уже с другими верующими праздновал Рождество. То есть эти вещи, они вполне допустимы, никак не противоречат нашему церковному учению, взглядам нашим. Вот скажите, все-таки люди и Новый год тоже будут праздновать. Может быть, подскажете, что на столе должно быть у православных верующих, которые придерживаются поста, и у обычных людей, может быть, которые живут в обычном ритме жизни? Опять же, не буду говорить про обычных людей. Пусть каждый сам для себя определит, что у него на столе должно быть. Что касается православных верующих, конечно, традиционно все-таки на Новый год постный стол должен быть, без скоромной пищи. Если мы учитываем такие общие правила поста, то, как правило, со 2 января уже рыбные блюда нельзя. Первого еще можно, тем более в этом году это день воскресный. Я думаю, что надо взять благословение, если все-таки отмечаете. Но, конечно, самое важное, это даже не стол, а в том, чтобы человек нашел в себе силы отказаться от развлекательных программ. Это песни, всякие торжества. А что же делать? Надо пообщаться, может быть, прогуляться? Конечно, можно и пообщаться. Можно и прогуляться. Где-то в каких-то храмах прямо в ночь новогоднюю совершается богослужение. А где у нас в Рязани? Мне кажется, в Ходо-Иерусалимском храме есть традиция совершать ночное богослужение. Есть еще в некоторых храмах, я думаю, что будет расписание вывешиваться на сайте епархии. Можно будет с ним ознакомиться, я так думаю. Поэтому, у кого будет желание, нужно просто заглядывать на сайт и найти там эту информацию. А Рождество? Что можно будет есть тем, кто постился, ждал? На Рождество можно вкушать любую пищу абсолютно. И скоромную, и не скоромную, всю, какую только в душе заблагорассудится, это в сам день Рождества. Тоже ночное богослужение есть, ночные богослужения особенно торжественные. В общем-то, уже за праздничный стол можно садиться после богослужения. Но это у кого насколько хватает сил, потому что оно заканчивается примерно в 3-4 часа ночи. До этого нельзя никак? До этого нет. До этого есть строгий день. То есть уже под утро можно праздновать? Да, уже под утро, после литургии. Можно седьмого назначить уже праздничный обед для всех, пригласить гостей, друзей, может быть, и собраться уже за столом таким полноценным. Но настроение хорошее, да, в это утро? Конечно, настроение совсем иное. Потому что, ну, это сложно объяснить, это можно только прочувствовать. Когда пост, это одно настроение, когда приходит праздник, совсем другое. Причем, вы знаете, если даже праздновать Новый год верующему человеку, то настроение все равно не то. Такое ощущение, что ты что-то у себя воруешь. То есть ты себя как бы успокаиваешь, ну, вроде Новый год, все празднуют, и я попраздную. А потом какой-то, да не усталость, а может быть, какой-то даже осадок, что вот, ну, немножко осталось до Рождества, и вот что-то потерял, что-то вот утратил. Такое очень важное. А в Рождество совсем другое настроение. Ты понимаешь, что вот оно, свершилось, случилось. То, чего ты ждал, к чему ты готовился. Есть смысл поблагодарить Бога за прожитый год. Вообще в храмах во всех совершаются вечером 31-го числа, как правило, молебны на начало Нового года. И можно прийти, помолиться о том, что Господь благословил и следующий год, поблагодарить Его за прожитый год. А сколько это? Часов в 8, в 9? Да, примерно после вечерних богослужений. Вместо того, чтобы салаты готовить, да, можно все-таки сходить на пару часов? Можно и нужно, потому что, если мы и спрашиваем благословение Божие, то наша жизнь совсем по-иному строится. Спасибо вам. Можете пожелать что-то рязанцам в наступающем году, поздравить с наступающим Рождеством. Дорогие рязанцы, жители нашего города, нашей области, я от всей души поздравляю вас с грядущими праздниками, Рождества Христова и Новым годом. Желаю, чтобы в Новом году Господь благословлял все ваши добрые начинания, давал здоровье и духовное, и физическое, чтобы все было благополучно в вашей жизни. Ну и, конечно, пожелать, чтобы вы и сами не забывали о Боге, приходили в храмы, участвовали в церковной жизни. Это очень важно, потому что, если вы с Богом, то и Он никогда вас не оставит. Пусть праздник Рождества войдет в ваше сердце, согреет вашу душу и подарит вам настоящую радость. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще обязательно. Рассказывайте нам о праздниках, о традициях. Спасибо. Вам тоже хорошего Рождества. До свидания. Спасибо. С праздником. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова